мальчики зайчики и девчонки ромашки привет вы на моем канале и значит что сейчас будет краткий конкретный видео обзор на mazda 3 2012 года вы все видели момент покупки примерно месяц назад сейчас уже завершение подготовки идет я много что сделал покрасил отполировал перешил руль сейчас заезд сервис и на химчистку и на этом все и в этот момент я подумал блин а почему бы не рассказать вообще что такое mazda 3 вот в этом поколении забыл это был или бы к ссоре я их путаю потому что там по годам разница небольшая это рестайлинг 2012 года мотор 16 автомат классический 4 ступенчатый и хотелось бы все поподробнее рассказать чем вы столкнетесь при поиске этого автомобиля или на что обратить внимание когда вы решите все-таки купить себе mazda 3 ввиду того что тачка культовая тачка популярная на вторичке они присутствуют у нас оренбург плюс 400 километров 50 машин этого поколения еще возьмем дорест там будет 70 наверно в целом выбор существует так что всегда возможно найти хороший живой экземпляр за доступные кстати деньги вот этот вариант будет продаваться 1 миллион пятьдесят тысяч рублей с двумя владельцами с двух 200 тысяч пробега около двух с половиной косметических окрасов 16 автомат 12 год чтобы нет это среднерыночная цена и что можно купить за эти деньги они кстати начинаются с отметки где-то 800 и через 10 автомобилей они сразу упираются в миллион то есть миллион это примерно вход самая нижняя граница примерно среднего состояния и до миллиона и на 300 уходит за это поколение свободно миллион 300 не берем берет берем и не берем миллион 800 тысяч а берем среднее арифметическое число миллион 100 вот за миллион 100 вы может примерно получаете вот такой автомобиль и давайте на этом прекрасном конкретном экземпляре я покажу что я делал с чем скорее всего вы все столкнетесь либо это сделано до вас либо вы будете это делать итак давайте начнем с чего правильно сердце любого автомобиля это мотор здесь мотор 16 литра на 104 по паспорту лошадиные силы маркировки он имеет z6 это офигенный неприхотливый мотор посмотрим под капотку стоп и так что у нас здесь все верно мотор 16 примерно как на ford focus и 22 рестайлинг и везде остальное но чуть-чуть допилены на японский лад они несли свои коррективы в этот мотор 16 и получилось с одной стороны примерно такой же дохлый мотор но с другой стороны мотор ресурсы этого агрегата если хоть как то за ним менять и менять масло раз в 10 тысяч примерно около 400 тысяч километров без проблем на эксплуатации на этом автомобиле еще раз повторить 200 тысяч километров он заводится как новый он не дымит не коптит расхода масла нету и работает он очень тихо и ровно это еще кондер дует то есть никаких там посторонних лишних вибраций которому так просто растряскать мотор немножко технических характеристик здесь кстати алюминиевый блок с чугунными толстыми гильзами и открытая рубашка охлаждение стоят маслофорсунки на поршне поэтому перегреть этот мотор довольно сложно единственно можно забить на обслуживание как многие делать кстати проблема этих машин что они думают что это не полский автомобиль плюс надо менять масло каждые 20000 км или там 30 лучше его менять ну зачем туда лезть лишний раз зачем лишний раз открывать капот не расходует масса не стучит не коптит а все звуки которые есть мотор но они должны быть и это убивает мотор но все равно даже при этом стремном обслуживании они выхаживают 200 плюс . мы запас прочности у этого мотора огромный потенциал огромный плюс есть фазорегулятор на впуске что очень таки неплохо в общем-то мотор хоть как-то разгоняет эту масса тела да не так быстро но примерно как любой мотор объемом 1.6 на классическом гидро трансформаторе кстати здесь из еще одного жирного плюса стоит классический гидро трансформатор правда четыре ступени но чем меньше переключений тем дольше он живет я думаю что мотор ресурс фактически вот такой же примерно около 400 тысяч километров если менять во время масла в целом все вы понимаете да меняете во время масла моторе меняете во время масла в а кпп живет эта связка очень долго еще надо добавить в обслуживание этого мотора что здесь стоит цепь цепь ходит тоже примерно 300 плюс это как бы сильная сторона но слабая сторона что здесь надо регулировать зазоры клапанов здесь нету гидрокомпенсаторов и к 100 тысячам километров и зажимает и начинается работа мотора все хуже 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 клапана разбирать разбивать свои посадочные места начинаются пропуски зажигания начинается всякая фигня а это немножко дорогая процедура как бы зачем мотор лезть и так он работает понимаете да какая тенденция с одной стороны надежной но это надежность немножко убивает саму суть и японского автомобиле строения в данном виде во всем остальном все просто это обычно атма мотор рядная четверка объемом 1.6 145 крутящего момента на обыточном гидроавтомате эта связка ходит конь на всех примерно автомобилей ничем не болеет ничем не страдает на этом осмотров мотора можно завершить у mazda самый слабый наверно это кузов почему потому что низко висящий передний бампер низкий дорожный просвет вот бампер на этом автомобиле мы лично красили с ним ничего не было был просто пескоструй и в рамках чтобы выглядело это все круто мы его покрасили плюс трещины по низу по низу но ничего не сделаешь 12 лет эксплуатации пескоструй по передней части автомобиля идет везде черный цвет это очень хорошо все передает фары здесь уже после восстановления они покрываются до 100 тысяч пробега зеленцой ничего не сделаешь выгорает внешний лак его стирает покрывать специальным составом живет еще много можно забронировать и будет это жить вечно что еще по кузову по крыльям порогом и дверям ничего не ржавеет не дает очень долгий период времени здесь ровно все то же самое по низам дверей также никаких нюансов нету в целом очень приятно то есть можно сказать крепкое лакохрачное покрытие из-за комплектации диски могут быть разные 15 16 радиуса но что вы найдете на вторичку это примерно вот такие неродные кривые косые колеса примерно так может быть найдете еще на оригинальном лите 15 либо 16 в основном это будет 15 литье размерность шин 195 65 15 в целом они дешевые но выглядит стремновато правда на эту будку маленькие колесики но мне не нравится но жизнеспособна по технике спереди идет макферсон вечный неубиваемый и все сзади идет многоры чашка многоры чашка стоит как на форде как и на мазде это примерно одна платформа если начнет сыпаться дорого поэтому если вы покупаете стучащую подвеску готовьтесь 50 тысяч рублей на сегодняшний день 2024 год июль месяц запулить в заднюю подвеску начнете разбирать все саленблоки под замену все косточки под замену все стойки стаба под замену все втулки стаба за под замену с одной стороны это относительно недорого 50 тысяч тоже недорого при покупке автомобиля миллион пятьдесят миллион сто примерно пять процентов нет это недорого но зато вы получите по итогу очень крутой автомобиль по технике либо не покупать его на полуспущенных а покупать только через сервис посмотрели подвески все ништяк как в любом случае найдутся три-четыре саленблока и по-любому опять приедет постепенно к замене всех саленблоков но это так работает все по задней части автомобиля очень круто нарисовано мне нравится кайф обалденно для 2012 года это прям круто очень красиво кстати мы здесь тоже освежали задний бампер был нюанс мы все видели и крышка багажник тоже на этом автомобиле крашен по этой части я ничего не могу не могу сказать здесь все ништяк нюансы пескоструй царапины эксплуатационные 12-летние все-таки надо отдавать должное что все эти автомобили матрешки они сейчас уже перешли порог в авто милфы то есть им старше уже 10 лет пробеге около 200 или о ближе 200 или больше 200 но примерно средней температуры по больнице будет 200 к пробега и за эти 200 к происходит очень много это косметические окрасы либо окрас и следствие дтп здесь вот вам дерево падала на крышку багажника и на крышу крыша было выпрямление без покраски очень видно это прямо сделали очень плохо у нас в оренбурге не делать выпрямление без покраски хорошо а крышку красили мы как бы расчет конь вот кстати еще нюанс на эти матрешках в основном если даже нет зарегистрированных дтп зато может быть страховой расчет прямо здесь 1000 на 600 по моему расчет по факту окрас крышки багажника окрас заднего бампера нюансы полы кп чаще всего встречаются на крыше и здесь это очень хорошо есть здесь мы покрасили под броню так сказать по бронелак зачем я это сделал я не понимаю красили не мы мы вообще это не планировали делать но в mkc нам покрасили денег не взяли очень бонусом а по-хорошему здесь лишь лезут рыжики повсеместно и ничего ты не сделаешь плюс птичий помет который разъедает со временем лак и за 12 лет вы все это приобретете рыжики на крыше пескоструй на переднем бампер бампер будет раздолбан туманки будут раздолбаны туманка стоит по моему около пяти косарей оригинальные мы будем ставить светодиодную за 5 косарей сразу две купим пескоструй на капоте лобовые в хлам что еще по салону пойдемте посмотрим салон у этих автомобилей довольно крепкий единственное что здесь подыхает это руль к 200 тысячам километров он изнашивается здесь он уже перешит я его перешил но кожа все помирает и ручка кпп изнашивается в целом все все остальное держится сидушки держатся немножко просаживается переднее сиденье в рамках возраста пробега но в целом ничего критичного кстати вот прям корейская японская фигня вот эти ограничители я на европейских такого не встречал ну то есть он не фиксируется это естественный занос ограничители двери ничего не сделаешь либо эта опция самозакрывание дверей задних кому как нравится ездовые качества давайте вот в очень важный параметр это автомобиль в c-классе который имеет сзади многогречажную подвеску который использует использовалась на порт фокусе втором многие знают что второй фокус очень комфортный по эксплуатации 2 2 рест 3 это все одна платформа и mazda 3 этого поколения тоже это по сути один автомобиль в разном исполнении и что сказать вот этот автомобиль стоит 1 миллион тире 1 миллион сто примерно средний рынок по этим тачкам стоит ли она этого стоит люди правда хватит покупать всяких рилл солярис они не имеют таких ездовых качеств то есть в целом эта тачка за свои деньги там миллион сто тысяч рублей конкурентно ли с любым б-классом рилл солярис пола rapid 1 за эти деньги они там будут мертвые примерно в таком же состоянии может быть еще и хуже пробеги будут примерно такие же если будет автомат ну автомат автоматы автомата на всех практически автомат да там на всех автомат b-классе пробеги будет 200 куча красок кривая автотека многое количество владельцев года будет чуть-чуть свежее там 15 года максимум да ездовые качества на этом автомобиле будет намного больше это все-таки автомобиль в c-классе он лучше рулиться лучше шумка динамика как мотор 16 на 105 сил на обычном автомате на солярис и может быть повеселее динамика в рамках того что там кузов полегче с рио вот примерно так а моторчику повеселее у него момент момента побольше и лошадей побольше примерно так в общем если брать c-класс это всякий вак джета октавия корейцы цера то сид за миллион сто вы сотретесь поиск это настолько кривые машины будет а с моторчиком 16 у корейцев на c-классе можно ну приехать на капиталочку 200 тысяч километров свободно потому что масса тела побольше рио как бы солярис и ходит если удалить катал а вот церраты и себе на не особо они начинают уже подъедать масло они нормально идут к единому знаменателю капиталочки правильно примерно 250 тысяч километров и вот это автомобиль получается что он как бы не видим изначально уж не все на него обращают внимание а он имеет хорошие ездовые качества он приятный в управлении он офигенно выглядит и он конкурентно способен среди всего что я назвал если там найти более-менее живой экземпляр который будет там соответствовать вот как мы до подготовили его сейчас я доведу его до технически идеального состояния отдам следующему владельцу состояние когда он не будет требовать вложений и в общем это маленькое видео что будет посвящаться стоит али она спустя 12 лет покупать мазду 3 стоит это важный параметр я бы ее купил если бы я что и смотрел что-нибудь интересное на автомате за 1000 1100 обязательно обратил внимание и обязательно бы съездил посмотрел что предлагает продавец может быть договорились пришли бы знаменателю к пониманию потому что к ездовым качеством не вопросов нет это крутая тачка эталон можно сказать не эталон эталон это вак ну там не найдешь там октаве а 5 но на такая такая она будет конечно грустная на bse моторе на автомате 6 ступки ну там на массу тела тонн 500 700 еще хуже динамика чем здесь джета ну не знаю вот мне mazda 3 нравится по визуалу нравится поездовым качествам мне все нравится обслуживать современном мире относительно недорого все мотор коробка надежно менять уровень масла фильтра ничем они не болеют расходники все в наличии все что может ломаться это либо возрастной либо либо ну довели это такого состояния но этой для всех тачек тоже это присуще поэтому подсказочка из зала я себе сделал муки выбора ну да цены цены я назвал средний рынок миллион сто за средние примерно вот такое же состояние надежность надежность сказал а вот нюанс по поводу надежности я про это проговаривал самом начале ролики с одной стороны машин надежно с другой это круто и это плохо что люди забивали на ее обслуживание и примерно за 800 900 тысяч рублей найдете но ужасно и техническое косметическое состояние а по кузову это готовься покрасить сейчас очень дорого мы покрасить 4 элемента 100 тысяч рублей до свидания нету их по технике примерно тоже если на полу спущенных 50 тысяч рублей если еще там внутри все плохо там пока по салону ну еще там 30 тысяч рублей вот они две сотки вам разницы поэтому покупаю за 800 900 задумайтесь о том что посмотрите на 200 и дороже купить сразу хороший достойный экземпляр как этот вот этот будет крутой правда ну и все коротенькое видео в общем что такое mazda 3 спустя 12 лет это до сих пор крутая актуальная тачка которая стоит рассматривать к покупке поехали покупать ко мне